Здравствуйте, в эфире программа «Знакомые лица». Сегодня у нас в гостях депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, генеральный директор фирмы «Юрат» Александр Васильевич Андреев. Здравствуйте, Александр Васильевич. Александр Васильевич, вот мне кажется, что за последние несколько лет вы взяли очень такой большой темп жизни. Это и работа в Чебоксарском городском собрании, работа уполномоченным по проблемам ребенка, бизнес. С моей точки зрения, очень много всего для одного человека. Как вы везде успевали? Может быть, что-то где-то и не успевали? Ритм был очень напряженный. Но могу сказать так, везде, естественно, невозможно успевать одинаково, положительно, с результатом. Поэтому на первый план я, конечно же, себе поставил эту работу уполномоченного. Примерно на этом же уровне уделял внимание и время этой работе в городском собрании. Но страдал мой бизнес. Наверное, немножко моя семья. Александр Васильевич, вот проблемы, которыми вы занимались долгие годы, проблемы чужих семей, проблемы детей, они как-то отразились на вашей собственной семье, на ваших собственных детях. Вы приходили с этими проблемами в свой дом, обсуждали там? Еженедельный прием граждан, да, на меня сильное впечатление производили. Я, наверное, как-то все пропускаю через себя. Здесь очень много душевных сил уходит. Конечно, конечно. К сожалению, ведь у нас есть случаи, когда дети умирают. И вот на этих приемах приведет целая семья, рассказывает мне обо всем. Естественно, я как бы пропускаю это через себя, проецируя. Я понимаю, сколько, допустим, любви, ласки могу дать я своим детям в нормальной семье. И как этого не хватает другим детям. А вы вот своим детям когда-нибудь говорили, вот ты, вот, например, почему кашу не ешь? Я вот была в одной семье, там вот этот мальчик, он вообще вот один хлеб в виде там сухарей и воду. Вот приводили какие-то такие примеры или старались все-таки таким примерами детям не забивать голову? Нет, нет, нет. Я считаю, что это не хорошее. Неэтично, да? Неэтично, да. Поэтому я об этом никогда не говорил. Я им говорил, что нужно стремиться. Я понимал также, вы знаете, очень часто сталкивался с детьми, у которых в силу каких-то обстоятельств они с ограниченными возможностями родились. И поэтому я благодарил судьбу, что у меня все так хорошо, что у меня здоровые дети, самое главное, да. Вот. Поэтому я вот жене всегда говорил, как хорошо, что у нас родились здоровые дети, умные, красивые. Поэтому это нужно ценить. Вот. Естественно, я в жизни детям пытаюсь всегда внушать, что все, что у нас есть, это нужно очень ценить. Стараться. Стараться быть хорошими, лучшими, послушными. Ну и, конечно, пытался им уделять по возможности больше времени. Потому что у меня также было много примеров, когда есть очень состоятельные семьи, но они не уделяли время своим детям. Это очень важно. Общение между папой и мамой. Совместный отдых. Для ребенка вот мы даже не понимаем, взрослые, насколько им это важно. А вы часто совместно отдыхаете? Ну, я пытаюсь. Конечно, не так много, но стараюсь. Если суббота, воскресенье, если вот у меня нет каких-то выездов, я стараюсь все-таки обязательно совместно. Какой-то поход в лес, там, на природу. Вот это, я считаю, самое лучшее, что можно. И они тоже, к сожалению, у меня бывают не такими частыми, но очень запоминающими. Мы делаем хорошие фотографии, потом об этом всегда вспоминаем. Такую вот, как маленькую сказку я пытаюсь им устраивать. И вот все потом с удовольствием всегда вспоминают. Я считаю, вот именно отдыхать с семьей нужно стараться. По поводу сказки. Вы как-то вот недавно мне рассказывали о том, что вы с детьми ездили в Финляндию на Новый год. Да. Наверное, это была сказка? Да. Санта-Клаус увидели? Действительно, действительно, да. То есть, знаете, они у меня в таком возрасте, когда еще верят в Санта-Клауса, я не пытаюсь, значит, их... Переубедить в этом. Переубедить в этом, да. И вот, пока они верят, мы с женой решили им тоже действительно организовать поездку. Вот, увидели настоящего Санта-Клауса, ездили к нему, писали письма. Там действительно это на хорошем уровне все организовано. И у детей осталось полное впечатление, что Санта-Клаус существует. Они написали оттуда письма. Письма пришли. Сказочная природа там очень в Финляндии интересная. Вот эти вот олени, собачьи упряжки. Мы попробовали все. В общем, и на горных лыжах там. Ну, папа с вами тоже, наверное, получили колоссальное удовольствие. Конечно, конечно. Ну, во-первых, отдых с семьей – это всегда хорошо, как я уже подчеркиваю. Нам всегда вместе очень хорошо. Вот. Это замечательно, незабываемо. Поэтому вот такие маленькие радости я пытаюсь устраивать для семьи. И у нас есть планы поехать сейчас вот, ну, уже этим летом, наверное, еще в одну интересную страну. Есть Лейлент, наверное. Ну, пока не буду. Есть несколько вариантов. Мы до конца не определились. Но я стараюсь всегда заранее, скажем, составить интересный график посещений, да. И вот сам от этого получаю удовольствие, что все получилось, как я задумал. Александр Васильевич, вот сколько лет я вас знаю, и вы всегда очень тепло и очень трепетно отзываетесь о своей семье. Вот скажите, пожалуйста, вот такое отношение вообще к ячейке общества, семье, у вас откуда? Из вашей семьи, скажем, от вашего папы, мамы? Или вы как-то сами сформулировали вот это, вот сформировали вот эту модель? Ну, конечно же, я думаю, что первоначально это из семьи. У нас также было, скажем, ну, тоже немножко наоборот. У меня старшая сестра и нас два брата. У меня есть еще младший брат. То есть, видите, у нас тоже достаточно большая была семья. Именно я думаю, что все закладывается вот в семье. И я как-то... Мои родители также старались сделать для меня все, что могли. Вот и я, и вообще у нас в семье так приняты. И мы брат, моя сестра, мы стараемся именно... И мы даже... Я стараюсь вот не только воспринимать, как вот моя семья, мои дети, да, а чуть шире смотреть на понятие семьи. Значит, это семья моего брата. Значит, моя мама, она еще жива, слава Богу. Моя сестра, ее дети. То есть вот в более широком смысле понятие семьи я хочу воспринимать. Семейную традицию какую бы вы хотели основать? Ну, конечно, это может быть амбициозно, да. Но мне хочется, чтобы действительно вот наша компания, Юрат, это был вот семейный бизнес. Потому что я много из истории, мы тоже знаем, мировая практика, когда вот этот семейный бизнес, он там столетиями существует. Я бы хотел, чтобы наша компания, именно мы заложили, я, мой брат, моя сестра, моя мама, мы заложили вот то начало, которое, скажем так, и будет дальше расти, развиваться. Это вот будет такой семейный клан, семейный бизнес. Я очень этого хочу, чтобы на нас это все не закончилось. И именно так я воспитываю своих детей и постоянно им говорю, что вот вы будете тоже развивать. Если это нам удастся, я считаю, что это все не зря. Вот обычно говорят, что для мужчин на первом месте все-таки работа, затем социальный статус, потом уже семья и все остальное. Вот слушая вас, вот у меня такое ощущение, что для вас все-таки прежде всего это семья. Я ошибаюсь, нет? На первом месте. Нет. Вы знаете, я считаю, что так, действительно, на первом месте семья, но в любом случае, скажем так, очень большая нагрузка ложится на мою жену. Я думаю, что мне с ней повезло, вот, потому что мне приходится очень, в любом случае, много работать. Много работать, чтобы обеспечить семью, чтобы был достаток, вот, и, значит, какую-то защиту внешнюю, внутреннюю для семьи. То есть я считаю, что это все вот на мужчине. Уделяя много времени работе, я понимаю, что самое-то главное в любом случае семья и дети. Вот это смысл жизни каждого человека. Все ради чего это происходит. Я считаю, что это суета. И те, кто еще это не понимают, я думаю, что у них понимание придет. Чем быстрее, тем лучше. Самое главное, что это не было слишком поздно, да? Подумать, что вот дети и семья – это самое главное в жизни. Должно быть любого человека. Вы депутат Чебоксарского городского собрания уже ни одного созыва. Вот с вашей точки зрения, что поменялось в Чебоксарском городском собрании? Может быть, условия работы, отношение людей к статусу депутата? Ну, во-первых, я думаю, что, знаете, сам статус депутата вырос, потому что изменился немножко, скажем так, политический расклад. Ведь теперь глава города, он является и депутатом городского собрания, председателем городского собрания, тире глава города. И вот с приходом Илья Ильича Черкесова и вот с этими изменениями в городе, да, произошел достаточно серьезный крен в пользу депутатов. Я считаю, что наш статус очень сильно вырос. То есть мы стали более влиятельны так, как, я считаю, и должны быть влиятельны депутаты. Вот на что может повлиять депутат реально? Вот смотрите, на любые программы. Я думаю, что вот шаг за шагом у нас сейчас ситуация именно так и складывается, когда есть администрация, скажем так, это вот наемные менеджеры, которые выполняют волю народа. А мы, как представители воли народа, мы следим за правильным исполнением бюджета, чтобы деньги тратились туда, куда нужно, чтобы программы выполнялись так, как нужно. И мне кажется, что вот я лично, мне трудно сказать, как население, наверное, должно больше говорить за нас, да, но с моей точки зрения влияние депутатов увеличилось. То есть это видно во многих вещах, скажем. Даже вот если вы обратите внимание, в последнее время, как власть прислушивается к народу по фактам каких-то застроек, да, все уже постоянно проводится публичное слушание. То есть чтобы народ потом не говорил, что мы не знали, да, все печатается в газетах. Чуть ли не каждую неделю по тому или иному серьезному объекту проводится публичное слушание. Вот. Но здесь я не говорю, что это может быть дань моде, но и, на мой взгляд, как депутата, может быть не совсем правильно, да, потому что часто присутствие на общественных слушаниях я вижу, когда людей, скажем так, вот используют в темную, да, каких-то корыстных целях, то ли это могут быть конкуренты, еще кто-то, вот. И здесь мы, депутаты, обладая большей информацией, мы уже, послушав две стороны, стараемся принять наиболее правильное решение. Как уж это у нас получается, это судить, конечно, больше людям, но, на мой взгляд, вот сейчас как бы власть больше прислушивается к людям. Вот, насколько я вас знаю, вам приходится решать проблемы не только своего округа, но и решать проблемы в целом в городе Чебоксары, да, людей. Вот, не обижаются ли ваши избиратели на вас за это? На мой взгляд, может быть, иногда действительно в ущерб чему-то идет, но я стараюсь. Я стараюсь все-таки вот все те программы, которые я вел там на протяжении 7-8 лет, все это продолжается. Также выплачиваю стипендию, также приглашаю интересных, известных людей для вручения стипендий, чтобы это было интересно. С ТОСами мы серьезную работу, общаемся через них, да, у меня есть свои представители в микрорайоне, где я с ним периодически встречаюсь, мы там пьем чай, обмениваемся информацией, да. Я, по крайней мере, стараюсь все свои обязательства выполнять. Вот вы один из тот депутатов, которого избиратели, мне так кажется, да, в общем-то, я уверена в этом, видят в течение всего срока, да, на который вы пришли работать в городское собрание депутатов. Но есть же и те, которые появились только на выборах, они там выиграли, и все, и потом их никто не видит, и они ничего не делают практически для своего округа. Ну, только посещают, как бы, городские собрания, когда они проходят заседания, и, в общем-то, решают свои какие-то вопросы. Вот ваше отношение к таким вашим коллегам? Нет, ну, конечно же, я считаю, что это очень неправильно. Вот, это очень неправильно. Я думаю, что на следующих выборах этим людям будет сложно. Вот почему они проходят? Могу сказать сразу, что их немного. Вот почему они проходят? Побеждают технологии или нам, вот избирателям, вообще все равно, кого мы выбираем? К сожалению, я должен признать, что вот эти политтехнологии, которые существуют, иногда многих люди вообще не видят там, абсолютно. То есть, граны, очень мудрые политтехнологи выстраивают так компанию, газеты, листовочки, все-все-все, человек даже не видит, к сожалению, иногда своего депутата. Вот, и чаще всего эти депутаты потом и ведут работу в округе. Но я могу уверить, что таких депутатов единица. То есть, я все-таки знаю своих коллег, все они стараются за свои округа. Поэтому, ну, к сожалению, есть. Александр Васильевич, а что бы вам хотелось сделать в родном городе? В родном городе? Нет, мне вообще, вот знаете, я немножко года 3-4 не был в Южкорле. И вот на зимние каникулы, когда было время, мы с семьей съездили, там погуляли, целый день посмотрели. Я был немного, знаете, вот в шоке. За 3-4 года ему удалось сделать этот город Южкорлу. Я просто вот немножко был в шоке даже. Как ему удалось сделать, какая красивая набережная получилась. Я вот думаю, вот нашему городу сейчас нужно какой-то сделать рывок в плане благоустройства, в плане благоустройства вот этой нашей набережной, инфраструктуры, как-то ее все-таки облик изменить. Поэтому я очень надеюсь, что вот эти предстоящие праздники и праздник нашего города, юбилей, 550 лет, и Чувашской автономии 100 лет, и вот эти вот вливания, мы должны, скажем так, вот к этому периоду как-то изменить свой город. Вот резкий скачок сделать в плане благоустройства. Мы сейчас меняем, вот знаете, какой-то такой спортивный кластер в Южкорле, несколько дворец водных видов спорта, все-все, такой спортивный кластер на берегу реки, прямо они организовали. Мы тоже сейчас хотим вот в городе, чтобы в каждом районе были фоки спортивные, потому что я считаю, что молодежь вот нужно приобщать к спорту. Вы вот об этом так хорошо и искренне рассказываете, что я вот просто уверена, что вы сделаете все, чтобы вот так и было в нашем городе. Тем более, зная ваш характер, что если вы что-то задумали, вы обязательно этого добьетесь. Ну, к сожалению, ведь не все от меня зависит, но я сам лично... Кто-то должен двигать. Ну, я могу вас заверить, что вот все, что от меня зависит, я постараюсь сделать, потому что мне не безразличен наш город, я его люблю. Я очень хочу, чтобы он был такой вот красивый, современный, спортивный. Будем стараться, скажем, обязательно. И чтобы мы снова победили в номинации «Самый благоустроенный город России». Тоже хочется еще раз победить. Ну, это будет непросто, да, но будем стараться, будем стараться. Александр Васильевич, ваша фирма Юрат, преуспевающая фирма, ее хорошо знают не только в Чебоксарах, но и далеко за пределами нашей республики. И очень часто ваш бизнес называют социально ориентированным. Вы с этим согласны? Вот буквально в этом году мы открыли, вернее, в конце прошлого года, такой физкультурно-оздоровительный комплекс. Я думаю, что для нашей фирмы, в которой работает около ста человек, что это серьезно. Вот, очень хороший современный фитнес-зал. Вот, я сам там в нем занимаюсь. Наши работники занимаются. Конечно, бы хотелось, чтобы их было больше, да, поэтому я немножко с удивлением обнаруживаю, когда, значит, они ходят, а я говорю, а почему не все? Ну, вот, находятся какие-то у них дела. Я буду стараться как-то приобщать. Затем мы, конечно же, вот каждую среду, мы арендуем спортивный зал, играем в футбол. И даже, вот, знаете, я пообещал, что в этом году будет юбилейная эстафета, вот, на призы газеты «Советская Чувашия», и мы хотим в ней принять участие. Первый раз, вот, никогда такого не было. Я не знаю, побегу ли я сам, но, по крайней мере, наша команда там обязательно будет участвовать. И мы, конечно же, говорим, что там не будет подстав. Только наши работники, наши компании. Мы в этой юбилейной эстафете хотим принять участие. Вот, когда вы открывали свой спортивный зал, вот, все были согласны с вашим решением? Или же, может быть, вот, ваши коллеги, да ваши работники говорили, лучше бы премию дал? Ну, знаете, я... Все-таки у нас это предприятие, скажем так, я, конечно, на общем собрании озвучил, что у нас есть планы, но решение принимаю все равно я, как руководитель предприятия. То есть я им объявил, что мы хотим построить, а они сначала как бы с недоверием отнеслись к этому, а потом видели, что процесс шел, и мы довели это дело до конца, и хороший современный спортивный зал построили. Вот, я даже сейчас, наоборот, говорю, на общем собрании им претензии высказываю, почему не все ходят в спортивный зал. Там есть все, и теннисные столы, и такие все-все-все. В общем, современный оборудование. В трудовой договор нужно внести строку обязательное посещение спортивного зала. Когда-нибудь я вообще сторонник того, чтобы, вот, знаете, не силовыми методами, решениями, а вот человек сам должен дойти до этого. Вот, и личным примером там. Потому что именно два-три раза я с ними лично ходил, и показал, как работать на каждом тренажере, показал, как, что. Поверьте, это такой очень современный, хорош, с душевыми, с раздевалками современными. Вот. Поэтому я буду надеяться, что понимание у них придет, что нужно дружить со спортом. Александр Васильевич, а как вы считаете, у вас сплоченный коллектив? Знаете, все так в этом мире относительно. Я хочу надеяться, что все-таки сплоченный, что у нас существует команда, но предела совершенства нет. Я всегда высказываю, что нужно быть более сплоченными. Тут вот, я думаю, что есть над чем работать нам. Сейчас очень многие говорят о том, что от молодежи ничего хорошего не ждут. Потому что приходит молодежь на работу, работать она не хочет, хочет получать только хорошие деньги. Вы с этим согласны? Я не хочу быть таким вот уже как бы старым человеком каким-то до возраста, который все время ругает молодежь. Было совсем по-другому. Давайте похвалите молодежь. Но и похвалить ее не могу. Я согласен, но, может быть, более корректно я бы высказался. Здесь, конечно, существуют действительно очень серьезные проблемы. Это проблемы не только моей компании. Я со своими друзьями общаюсь, со всеми работодателями. Очень серьезные проблемы существуют. Есть очень молодые, союзстремленные, грамотные люди, которые, к сожалению, уезжают куда-то в Москву или куда-то. Их не так много, но они есть. Вот остальная масса молодежи, к сожалению, у меня действительно к ней много претензий. Вот я живу в Юго-Западном районе, у нас магазин Шубинский. Я, к примеру, после работы захожу, чтобы купить творог, молоко, кефир, и вижу, как постоянно эта молодежь берет вот эти пиво, сигареты, девчонки. Там есть, скажем так, у нас даже какая-то баня. Я смотрю, что я обращался и к сотрудникам милиции несколько раз, когда смотрю, что молодые девчонки совершенно вокруг этой бани постоянно стоят. Я иногда с утра выезжаю в 5 утра в командировку, там, летом, весной. И вот молодежь, она всю ночь около этих магазинов. Поэтому претензии у меня есть. А потом я вижу ведь как работодатель тоже, как мои люди. Вот не вышел на работу, вот отравился, еще что-то. Я вижу, что вот это та молодежь, которая вот целый день там... Почему-то, к сожалению, у нас вот у молодежи очень потребительское отношение. Вот. Здесь я считаю, что как это изменить, как это сделать, это очень сложно, скажем так. Я пытаюсь вот общаться всегда, очень часто, как депутат, встречаюсь в коллективах, в университетах. Всегда я пытаюсь это донести. Но вот непросто. У меня у самого есть племянники и племянницы. Даже имея такие примеры, как вот моего брата, меня, они все равно другие, понимаете. Отношение к работе и вот к жизни у них какое-то потребительское. Это вот мне трудно сказать. Может быть, это время? Может быть, время все-таки поменялось. Это время, да. Время. И я смотрю, насколько, вы знаете, вот иногда я удивлен. Высшее образование, как обесценилось. Приходит человек на собеседование, я начинаю с ним общаться. Вот он пишет даже с ошибками, имея высшее образование, да. Полная дискредитация высшего образования. Произошла. Поэтому претензии. Вот нужно с молодежью что-то делать. Действительно, как? Как? Вот какие-то положительные примеры. Вот личные. Ну вот положительный пример. Открыли спортзал. Приходите, занимайтесь. Если человек занимается спортом, он не пойдет в магазин покупать пиво. Я тоже очень хочу надеяться, да. Но понимаете, вот какая-то вот в обществе, вот, к сожалению, как-то наше общество немножко больно. Есть много... Вот это одна из больных тем, которые для меня вообще как для человека, как для бизнесмена, как депутата, да. Вот она меня очень сильно тревожит. Я не знаю, как мы из этой ситуации сумеем... Выйти, да. Выйти, да. Вот именно воспитание молодежи. Это вот, я считаю, что главное, что сейчас вот задача государства. Александр Васильевич, вы очень дружите с Алексеем Соловьевым, чемпионом нашим, знаменитым. Вот как вы подружились? Как так получилось, что два совершенно разных человека вот сошлись? И вы, я знаю, очень поддерживаете Алексея. Ну, я, во-первых, поддерживаю еще по многим причинам. То есть он мне как человек импонирует. Во-первых, он создал федерацию кикбоксинга и ведет, и проводит соревнования, и вывозит. И у него есть ребята и девочки, я знаю, он ввозил их и во Францию. И они стали там чемпионами. То есть он работает. И таким людям хочется помогать. К сожалению, вот государство не в полном объеме может им помочь. И вот здесь, конечно же, мы бизнесмены, социально ответственные бизнесмены, должны понимать, что именно вот работать надо с молодежью. И я ему благодарен, что он это делает, и он всегда откликается, когда я его прошу о чем-то. Сейчас вот мне сделали предложение войти в попечительский совет, скажем, Чебоксарского детского дома. Вот я его тоже принял, значит, и я их там обеспечивал, значит, и боксерскими перчатками, там, разным инвентарем. И вот они меня попросили, чтобы Алексей там проводил еженедельные тренировки. Для них это авторитетно будет, и он как профессионал может действительно... Потому что этим вот детям вот достаточно финансовое обеспечение там хорошее, да? Все, но нет одного вот как-то, знаете, вот то, чего вот ничего не заменит, семья, да? И если у нас есть возможность, скажем, с ними пообщаться, прийти, им какие-то правильные ориентиры поставить. Потому что вот, к сожалению, наши детские дома, вот их большая проблема социальной адаптации, мы не учим их. Вот когда они выходят, они потом в этой жизни очень теряются, не могут себя найти. И здесь, я думаю, такие положительные примеры авторитетных людей, как Алексей, конечно же, на них повлияют. И он всегда откликается, когда я его прошу пойти в школу к студентам, со мной рассказать. Поэтому я ему благодарен, и еще раз повторюсь, таким людям хочется помогать. Вот я сейчас обратила внимание на ваши уроки, они у вас очень натружены, и мозоли такие спортивные. Ну вот я... Сколько раз в неделю занимаетесь, Александр Васильевич? Ну, по-разному. Значит, стараюсь, конечно, 2-3 раза в неделю обязательно. Но иногда бывают периоды сложные, когда вот недели 2-3 не могу пойти на тренировки. Зато потом, наверное, отрываетесь. Ну, вот я говорю, 2-3 раза я стараюсь. Во-первых, сейчас мне уже необходимо это делать, как пример для моего сына. Я вместе с ним хожу на тренировки, прошу своих знакомых, чтобы они тоже его потренировали. Поэтому... Молодая супруга у вас тоже? Ну да, да. Кстати, вот мне... Тоже стимул? Я уже сказал, что мне повезло, да. Во-первых, она молодая, да, и она тоже очень вот любит заниматься спортом. В любое свободное время, когда она находится, она тоже ходит в спортзал. Папа, мама, я – спортивная семья практически. Да, и мы приобщили вот своих девочек. Они занимаются у нас фигурным катанием. Значит, у них очень хорошо получается, на мой взгляд. Я, конечно, знаете, даже, наверное, сдерживать не буду. Но не хотел бы, чтобы они были великими спортсменами. А для здоровья обязательно это нужно сделать. Потому что каждый человек должен как-то самореализовываться. Но дружить с физкультурой, со спортом – это просто необходимо. Александр Васильевич, очень часто говорят, что человек должен построить дом, посадить дерево и родить сына. Вот, по-моему, вы сделали уже все. Что дальше? Что дальше? Нет. Планов у меня всегда очень много. Это, во-первых, там и в бизнесе планы, да. Но ведь родить детей – это только одно, да. Вот их теперь воспитать и сделать достойными гражданами. Я думаю, что если мне это удастся сделать, то все будет не зря. Александр Васильевич, я надеюсь, что вы еще раз к нам придете и расскажете о своих делах. Потому что каждая встреча с вами, она всегда интересна. И я очень много для себя нового узнаю. Спасибо вам. А мне остается добавить, что сегодня у нас в гостях был депутат Чебоксарского городского собрания, генеральный директор фирмы «Юрат» Александр Васильевич Андреев. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»